Михаил Шолохов. Отрывок из произведения «Жеребёнок». Читает Куницына Наталья. Чмокаясь, в воду шипели пули. Офицер в взорванной парусиновой рубахе что-то кричал, размахивал наганом. А жеребёнок ржал всё реже. В луше и тоньше был короткий режущий крик. И крик этот до холодного ужаса был похож на крик ребёнка. Нечипуренко, бросив кобылу, легко поплыл к левому берегу. Подрагивая, Трофим схватил винтовку, выстрелил, целясь ниже головки, засосанной калавертью. Рванул с ног сапоги и с глухим мычанием, вытягивая руки, плюхнулся в воду. На правом берегу офицер в парусиновой рубахе гаркнул. Прекратить стрельбу! Через пять минут Трофим был возле жеребёнка. Левой рукой подхватил его под нахолодевший живот. Захлёбываясь, судорожно икая, двинулся к левому берегу. С правого берега не стукнул ни один выстрел. Небо, лес, песок, всё ярко-зелёное, призрачное. Последние чудовищные усилия. И ноги Трофима скребут в землю. Волоком вытянул на песок косли злая тельца и жеребёнка. Схлипывая, блевал зелёной водой, шарил по песку руками. В лесу будили голоса переплывших эскадронцев. Где-то за косой трепежали орудийные выстрелы. Рыжая кобыла стояла возле Трофима, отряхаясь и облизывая жеребёнка. Обвисла во хвоста её, падала, втыкаясь в песок, радужная струйка. Качаясь, встал Трофим на ноги, прошёл два шага по песку и, подпрыгивая, упал на бок. Словно горячий укол пронзил грудь. Падая, услышал выстрел. Одинокий выстрел в спину с правого берега. А на правом берегу офицер, в изорванной парусиновой рубахе, равнодушно двинул затвором карабина, выбрасывая дымящуюся гильзу. А на песке, в двух шагах от жеребёнка, корчился Трофим. И жёсткие, посиневшие губы, пять лет не целовавшие детей, улыбались и пенились кровью.